Приветик всем! Снимаю видео о посылочке, которую мне прислала Катюша и не Катти Кэт. Катюша, огромный тебе привет! Я вот забрала позавчера посылку и спешу поделиться с вами радостью, что мне прислала Катюша. В посылочку Катюша вложила письмо. Я очень обрадовалась, потому что я уже тысячу лет не получала писем настоящих. Все только в электронном виде, поэтому положу это в шкатулочку, где храню всякие такие памятные бумажные вещички. И всегда с теплом буду вспоминать эту посылочку от Катюши, перечитывая вот это вот замечательное письмо. Большое тебе, Катюш, спасибо! Катюша положила такую вот коробочку с чаем. English Royal Tea. Сейчас я открою эту коробку, простите, она немножко западает. Вот так вот выглядит шкатулка. Здесь внутри рассыпной чай такой в пакете. Я обожаю такие вещи, потому что таким шкатулкам я нахожу потом всегда применение. Они, конечно, гремят, но чтобы не гремели, я вырезаю из пробки по контуру коробки, я как бы такое днище делаю, и можно будет уже спокойно пользоваться как полноценной шкатулкой. Вот, очень красиво. Катюшу положила в посылочку шоколадки марка... А, это Победа, наверное. Победа. Я все пыталась прочитать, думаю, боюсь, из коверки по всей мести Победы. Я ни разу не пробовала эту шоколадку такую, поэтому с удовольствием. В общем-то, молочный шоколад я очень люблю, и думаю, что понравится. И еще вот такая незнакомая для меня марка. Это белый шоколад с клюквой, клубникой и миндалем. Тоже с удовольствием попробуем. Вот, обожаю всякое все такое вкусное. Большое тебе, Катюша, спасибо! Катюша мне прислала магнитики, знает, что я собираю, люблю и обожаю. Это магнитик с соображением Саратова. Такой вот интересный, у меня такого нету. И это Нижний Новгород. Такой вот он, как календарик такой интересный. И очень меня порадовала вот такая вот вещь. Катюша мне положила календарик. Это Саратовский областной музей краеведения. Я очень люблю календарики с изображением музеев, исторических зданий. Вот, просто прелесть. Большое тебе, Катюша, спасибо! Действительно, очень порадовала. Я очень люблю все записывать. Вот, просто обожаю. У меня бесчисленное количество всяких тетрадок и блокнотов. И Катюша вот порадовала меня, прислала мне целых 4 штуки разного формата. Такие вот инструменты для записи, если так можно сказать. У меня бесчисленное количество. Вообще, я одновременно пишу не знаю, в скольких блокнотах. И очень рада, что мои запасы пополнились. Такие вот ретро-обложки, очень симпатичные. Три, по-моему, в линейку. И вот одна тетрадь в клетку. Очень красивые обложки, мне очень нравятся. Люблю такой дизайн. Очень симпатичные. Катюша положила в посылку отель Корозон. Самоклеящийся трафарет для французского маникюра дизайна ногтей. 120 штук. Я уже тысячу лет не покупала такие штуки. Просто все как-то то забываю, то лень, то еще что. А тут, в общем-то, будет замечательная возможность поэкспериментировать. Тем более, что Катюша написала, что отзывы на эти штуки очень хорошие. С удовольствием попробуем. Я очень люблю выискивать какие-то новые марки и в интернете, и в розничной продаже. Какие-то новые продукты. И очень обрадовалась, что Катюша прислала мне новую, неизвестную совершенно. Вообще, я ни разу даже не слышала о такой марке. Несколько продуктов. Марка называется Мэйтан. Это дезодорант Минерал с экстрактом алоэ вера. Я его еще не открывала. 45 грамм он весит. От этой же марки гель для умывания «Живая вода». Очень интересно. Крем для рук, восстанавливающий с папайи. Крема для рук, которые летят все время в огромном большом количестве. Радует вообще всегда несказанно. И то же самое, что быстро всегда улетает, и я рада пополнить свой арсенал новым гелем. Это гель для одушек лубничной дайкирия. Название, конечно, звучит безумно привлекательно. Я очень рада. Интересная такая штука. Капля сушка для быстрого высыхания лака. У меня все сушки, у меня их не так уж и много, всего две. И у меня эти сушки, они в виде спрея. Я давно собиралась попробовать капельную сушку. Даже где-то уже записывала. У меня какие-то есть пометочки, какую конкретно брать. Я все время забываю. То есть записывала. Сейчас собиралась, думала, надо все-таки купить капельную сушку. По рекомендациям с YouTube. Но теперь по временю попробую лучше Катюшин. Катюша говорит, что она очень хороша. Катюша прислала крем для ног Кузнецкий мост. Это Новая Заря. Это замечательный крем. Я просто его обожаю. И очень обрадовалась. Я вот сейчас перебирала как-то свои запасы и поняла, что у меня какая-то катастрофа с кремом для ног. В том плане, что я привыкла, что у меня в запасе всегда все есть. И тут я понимаю, что с кремами для ног просто беда. Потому что их просто нет. И самое интересное, что я не знаю, что купить. Потому что есть крема из люкса, который мне нравится. И я покупку бы повторила. Но на данный момент это не входит в мои планы и в мой бюджет. А из тех марок, что предлагают каталоги, в общем-то, из тех кремов, вернее, что предлагают, допустим, каталоги, и на Reflame не очень как-то мне все это хочется. И в магазинах ничего нового нет. И вот Катюша мне прислала этот кремик. И с удовольствием буду пользоваться. Это просто такая, не знаю, какая-то телепатическая была составляющая в посылке. И то же самое, это крем для ног от Avon. Уж поскольку, я говорю, что запасы все с кремами для ног подметены практически начисто, то я рада, что и еще один крем для ног будет. Это крем-суфле с маслом ши. 150 мл. Очень рада. Вот здесь 150, и здесь 150. Просто прелесть. Я договаривалась с Катюшей, вот в прошлый раз посылка началась с того, что я просила прислать прозрачные ромашки для лаков, а в этот раз вот с этих вот брашгартов. Я не делаю заказы на Алиэкспресс и других сайтах, и поэтому вот как-то все это мимо в обычных магазинах не купить. Но мне буквально вот на 2-3 кисточки надо вот эту вот сеточку, и вот Катюша мне прислала. Я очень рада, что будет у меня вот эта вот штука. Я очень счастлива. От Шоколате крем-сыворотка для лица Нормодерм с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, с экстрактами, маслами и витаминами. У меня вот я попробую, да, хотела я что-то попробовать из продуктов для лица вот этой марки, потому что я пробовала только продукты для тела. Отношения у меня достаточно, как вам сказать, неоднозначные к этим продуктам. С одной стороны, при их использовании чувствуется, что у них очень хороший состав, а с другой стороны, потребительские свойства. Я имею в виду, насколько ими удобно, приятно пользоваться, и в плане отдушки, и всего такого. Не всегда это бывает удачно. Как-то вот я косноязычно так говорю, но не знаю, как поточнее выразиться. В общем, мне будет интересно попробовать продукт для лица. Я не знаю, когда бы я уже собралась что-нибудь бы купить. Все время забываю, потому что продается только в интернете. Вот у меня как-то в розничной продаже не видела эту марку в Москве. Поэтому я с удовольствием попробую. Катюше большое спасибо. В общем, здесь написано для нормальной сухой кожи. Ну, замечательно. Вот. Попробую, выясню, что это такое. И еще один продукт от Шоколате. Это скраб для рук молочной смузи. Глубокое питание, увлажнение кожи. Я уже его открыла. Он такой, как я люблю. То есть, никакой. В смысле, он имеет практически очень мелкие частички. И он имеет такую консистенцию. Ну, если не лосьон, наверное, как лосьон, наверное, для рук. Вот так вот. И меня очень порадовала форма. Я очень люблю, когда средства в банках. Поэтому они всегда до конца заканчиваются. Не нужно ничего выдавливать. Мне кажется, это самая лучшая форма. Все-таки в банках это действительно хорошо. Я очень довольна. Мне продукт этот очень интересен. С удовольствием буду пользоваться. Люблю пробовать все новое. Поэтому очень обрадовалась. Пенки для умывания от Эколапа. Влажняющие для сухой чувствительной кожи с гиалуроновой кислотой. Умывалка это еще один такой пункт. Вот в последнее время, что меня интересует из ухода. Как бы тоники, пенки, мицеллярки. Вот эти вот все вещи я как-то постоянно смотрю. Думаю, что бы такое еще новенькое попробовать. Несмотря на то, что, конечно, любимчики свои есть. Поэтому с удовольствием попробую от Эколап эту пенку. И очень мне нравится, что вот у этой серии, я так понимаю, это продукты для лица, наверное, что упаковка белая. Мне не нравятся эти коричневые упаковки депрессивные. А эта беленькая я с удовольствием поставлю в ванну. И то же самое, вот еще продукт мне не знакомый. Это мицеллярный раствор для снятия макияжа с лица и глаз. Как-то я не помню, какие-то отзывы были на эту мицеллярку. Но как-то у меня не отложилось, хорошие или плохие. Вообще ничего не запомнила. Поэтому сама протестирую и определюсь, что это вообще такое. Очень рада. Катюша, большое тебе спасибо. Катюша мне прислала два лака, которые... Вот я еще их не наносила, но мне очень понравились цвета. Это Эль Коразон в оттенке 423. Он такой достаточно странный. Как-то при разном свете выглядит по-разному. Хотя не хамелеон. То есть то кажется, что он мятный, то кажется, что он с серым таким налетом мятный идет. Посмотрим, как будет и на ногтях. Но вот цвет в упаковке мне нравится очень даже. И очень красивый оттенок лака от Жаде. 371. Французская лилия, я так понимаю, переводится такой красивый. Вот камера показывает его каким-то бежевым. На самом деле он сиреневый. Но тоже цвет мигрирует. То есть вот сейчас вот такое впечатление, что есть потом какао. А при дневном свете он просто красивый сиреневый лак. Лаки от Жаде очень неплохие. Поэтому я очень рада. Катюша выбрала очень хорошие летние оттенки. Просто супер. Катюша мне прислала тушь от Essence Lash Princess. Объемная тушь. Такое вот у нее интересное оформление. Как бы прорезиненная вот эта вот нашлепка этот рисунок. На упаковке. Сейчас покажу кисточку. Я ее сразу же открою и буду пользоваться. Вот все, что мне прислала Катюша, я хочу все сразу пробовать. И эту тушь в том числе. Поэтому покажу вам вот такая вот интересная изогнутая кисточка. Вот. Она не силиконовая, а обычная. Я очень этому обрадовалась, потому что я предпочитаю именно такие. Вот туши. После того, как я снимала видео с экспериментами о тушах, у меня как-то появилось... Я думала, что я поэкспериментирую и все. Но на самом деле у меня появилось еще больше желания пробовать новые продукты. Бесконечно. Это просто какой-то бзик на эти туши. Поэтому я очень рада, что у меня будет возможность попробовать и эту тушь тоже. И Катюша мне прислала три карандашика от Эль Коразон. В прошлый раз она мне прислала, по-моему, их было четыре... Нет, два. Два было серой и антрацитовой. С серым не случилась любовь к причине оттенка. Антрацитовый очень люблю. И вот Катюша мне прислала три оттенка таких очень интересных. Глубокий синий, 138 номер. Люблю такой цвет. Цвет, я так понимаю, Хамелеон Вайлд Оршад 129. Он такой какой-то... Он вроде бы... Я даже не знаю, как... Фиолетовый Хамелеон, что ли. Мне так показалось, по крайней мере, при первоначальном взгляде. Посмотрю. И розовый, я так понимаю, что его можно использовать будет как каял. Вот. В любом случае, очень рада попробовать новые оттенки карандашей от Элькоразон. Как оказалось, они... Я не знала. Оказывается, они очень даже неплохие по опыту тех, что у меня есть. В общем, я думаю, что эти будут просто замечательными. И два продукта от марки... Не знаю, как правильно сказать. Савонри. Савонри. Не знаю. Это фруктовые брызги. Косметический йогурт. Я так понимаю, что это продукт для тела с маслом ши, с экстрактами персика, айвы, абрикоса. Большой тут такой объем. О, где-то, по-моему, 200 миллилитров, что ли. Нет, 150. Всего лишь 150. С удовольствием попробую. Люблю всякие новые кремики и масла для тела. Поэтому это, конечно... Меня радуют всегда такие продукты. И от этой же марки Скраб. Скраб называется Карнавал. 300 грамм объем этой баночки, вес этой баночки. Этот скраб сахарный. Я его уже открыла. Катюша мне в прошлый раз присылала скраб. По-моему, был «Тысяча одна ночь» тоже от этой марки. Я не показывала его в видео, потому что так получилось, что я начала им пользоваться. А потом у меня забрала его мама. Там, я уже не помню, как-то понравился ей он очень. В общем, она у меня его забрала. Я ей не смогла отказать. Он был тоже очень замечательный. Мне очень понравилась текстура. Скраб очень густой, но при этом очень мелкие частички. Достаточно экономичный, потому что им нужно небольшое количество. Неплохо, в общем-то, распределялся. Вот. И я очень рада, что у меня будет еще один скраб с другим ароматом. Я открыла. Безумный аромат манго. Мне очень понравился. Вот. Хороший скраб у этой марки. Не знаю, как соляные, но вот... Сахарный на меня произвел впечатление. И еще три продукта, которые я очень хотела получить в свой... Как это сказать-то? Арсенал уходовых штучек. Но как-то все не случалось. Вот Катюша прислал. Секреты лучших здравней ЦСР. Крем-руковицы на масле белой шелковицы. Питание и защита кожи рук и ногтей. С добавлением масла инжира, дикого шиповника и воска магнолия. Вот эта вот линейка новая, которая... Я не знаю, к чему она относится, к планете органика. Нет. Наверное, это его первое решение просто. В общем, куча у них всяких этих марок. Так вот невозможно найти ни одного магазина, где бы эта марка... Простите, ремонт у соседей ничего поделать не могу. Невозможно найти, чтобы был представлен полный ассортимент. И вот я видела только шампуни, купила маску для волос. Какой-то крем я для рога взяла, но я даже не посмотрела, вот он этот или не этот. В любом случае, я очень рада, что Катюша мне прислала кремик. Даже если это будет дубликат, я все равно очень рада. Потому что, мне кажется, очень неплохая марка новая. И это действительно вот в тему. Еще два продукта, которые были в плане покупок. Прямо вот-вот. Это скраб от Planet Spa от Avon с маслом африканского дерева шеи и коричневым сахаром. Я серьезно говорю, я вот собралась сделать заказ буквально на следующую неделю. И думала, закажу вот этот вот скраб. Очень мне его хотелось. Открываю посылочку, а он уже у меня есть. Я очень обрадовалась. Правда, Катюша, большое спасибо. И вот такая вот штука. Это Organic Shop. 12 цветов красоты. Я так понимаю, линейка так называется. Экстра увлажняющее масло для тела. Ванильный кашемир. Не помню, как называется интернет-магазин. В общем, у меня висит корзина под заказ. И в этой корзине у меня лежит вот это вот масло. Ванильный кашемир. Вот. Очень вот хотела заказать-заказать. И Катюша мне его прислала. Я очень рада. Прям вот не терпится попробовать. Вот такая вот посылочка замечательная. Все, что мне Катюша прислала, ничего, запас не пойдет. Я сразу все выставляю. Ванну все в использовании. Абсолютно все. То есть ничего отставлять не буду. Я, как ты уже говорила, у меня есть определенный план. Список, график использования продуктов, чтобы ничего не пропало. То есть я использую их в той последовательности, в какой покупаю. Так вот это я все выставляю без очереди в ванну. Вон там на полочке, на свои косметические там все эти кремики по разным углам. Квартиры, да. И буду все это сразу использовать и тестировать. Катюша, огромное тебе спасибо. Я получила большое удовольствие от этой посылочки. Надеюсь, нам удастся с тобой еще раз отправить и не раз отправить друг другу посылки для получения просто безумного удовольствия и кучи приятных эмоций. Это, собственно говоря, все, что я хотела рассказать о посылочке Катюши. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.